Сход граждан был проведен в майском сельском поселении. В минувшую пятницу в мероприятии приняли участие исполняющие обязанности прокурора района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев, начальник государственной инспекции жилищного фонда Саида Жачимук, директор Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Руслан Пшигонов, представитель Райгаза, открыл и вел сход глава поселения Андрей Дацко. Свою речь глава поселения начал с вопроса санитарного состояния поселка. Хотел начать с благоустройства нашего поселка и нашего сельского поселения. Вы прекрасно все видите, как работает администрация, как работают работники соцзащиты, как работают все остальные. Большая просьба к населению. В присутствии всех служб, которые здесь находятся, здесь у нас исполняющие обязанности прокурора района, здесь начальник отдела внутренних дел района, то есть те люди, которые непосредственно с нами работают, непосредственно следят за порядком и так далее. Но у меня вопрос по санитарному состоянию нашего поселка. Мы пытаемся всеми силами привлекать и технику, и тратим и деньги, и все, чтобы привести в порядок поселок, но жильцы нашего поселка, жители нашего поселка, почему-то вообще никакого участия в этом не принимают. Мало того, разбрасывает мусор где угодно, как угодно. Далее Андрей Дацко предоставил слово начальнику государственной инспекции жилищного фонда. Саида Жичимук в своем выступлении рассказала о некоторых изменениях в жилищном кодексе. Сегодня хотела вам в общем вкратце рассказать, что у нас с 2005 года действует новый, он в принципе новый жилищный кодекс, то есть новое жилищное законодательство. Конечно же многочисленные изменения происходят в этом законодательстве. Если здесь присутствуют граждане, проживающие в многоквартирных домах, они больше на себе ощущают эти изменения. И главная линия нового законодательства заключалась в том, что собственники жилья сами отвечают за свое жилье. То есть государство на себя такую ответственность уже не берет. Это вот с 2005 года. Прошло много лет и мы все к этому уже привыкли. На квартирном жилфонде, собственники квартир, какие у них обязанности, мы все тоже опять-таки знаем, но я немножко все-таки остановлюсь на том, что содержание своего жилья, своей квартиры, конечно же, чтобы там сантехнические приборы работали, никого не затапливали. Это вы знаете, что это ваша ответственность. В квартирах находится опасное оборудование газовое. Оно опасное на самом деле. И его содержание тоже ложится на плечи собственника квартиры. Но это обязанность, которая, и невыполнение которой может привести к очень негативным последствиям. Дальнейшее, значит, не только содержать нужно свою квартиру, но и содержать весь свой дом, сообща всеми собственниками жилья. Для этого предусмотрено требование о выборе способа управления этим домом. К счастью, в Кашхабрском районе имеется управляющая компания, которая может предоставлять услуги управления в домах, где более 30 квартир. Это обязательно. Товарищество у вас собственников жилья не создано. Поэтому все дома, которые имеют квартир в количестве более 30, они все находятся под управлением управляющей компанией «Элит». Что нужно для того, чтобы управляющая компания работала и выполняла все требования? И со стороны собственников что требуется? Требуется проводить собрания. Инициаторами собраний могут являться только сами собственники. С собраниями утверждаются размер платы, как следствие, ну и перечень работ. То есть, когда заключаете любой договор на какие-либо работы, вы должны знать, что вам должны сделать и сколько вы за это заплатите. Вот это ключевые моменты договора, любого договора, правильно? Вот и тут то же самое. Нельзя относиться спустя рукава к этому процессу. Нужно осмотреть и перечень, который вам предлагается, и цена, которую вы должны будете платить в течение года. Собрание длилось несколько часов. Все озвученные вопросы граждан были обсуждены на месте и взяты на контроль администрации поселения.